ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здарова, народ! Убавленный канал Дядя Никит, и это очередная часть рубрики перед матчем. Это матч, рубрики перед матчем, но матч Краснодар-Спартак, который будет уже совсем сегодня. И записываю этот ролик сегодня, и постараюсь успеть смонтировать вовремя, и всё в срок сделать. Поехали! Не буду долго разговаривать и томить. Первая рубрика, с которой мы начинаем, это история. История вечной встречи и противостояние команд. Поехали! На самом деле, от себя хотел бы добавить то, что это очень интересные противостояния, которые, как правило, всегда результативные, и сейчас вы узнаете, почему именно. Особенно, если команда играет в гостях, допустим, дома, допустим, играет Краснодар, а Спартак играет в гостях, то они результативные. Всего между этими командами было 22 матча. 22 матча на самом деле очень мало, к тому же Краснодар очень молодая команда. Из них было 7 побед у Краснодара, 13 побед у Спартака. Также было 2 ничьи зафиксировано в этой встрече. Забитых мячей команды забили практически одинаково. У Краснодара 30 забитых мячей, у Спартака 38. В среднем за матч между этими командами команда забивает в среднем 1-2 гола. У Спартака в среднем с матчами с Краснодаром 1-73% забитых голов, то есть, грубо говоря, они 1,5 гола забивают, то есть, грубо говоря, там 1-2, как повезет. Краснодар тоже так же. Крупнейшая победа у Краснодара это 4-0, причем дважды, и у Спартака только 4-0 один раз было. Самый результативный и крупный ничья это 2-2. Самый результативный матч 2-4 в 2018 году. Всего эти команды встречались в четырех разных турнирах. Премьер лига, Кубок России, Кубок Матч Премьер, Товарищеский матч. В Российской Премьер лиге было 18 матчей, в Кубке России 20 матчей, в Матч Премьер 1 матч и Товарищеский тоже был 1 матч. Давайте посмотрим также последние 5 встреч между этими командами. Последние 5 встреч между этими командами очень интересные, ведь была только 1 победа Спартака, 1 ничья и 3 победы Краснодара, причем они идут подряд. Это очень длительная серия, Спартак не выигрывает Краснодар с лета 2018 года. Это довольно-таки длинная серия, поэтому надо ее будет сегодня исправлять. Я так посчитал, последний раз, когда Спартак не забивал Краснодару, это как раз-таки было в марсе, то есть все это время Спартак сбивал Краснодару 1, 2, 3 гола точно. И то есть, ну... Переходим к следующей рубрике, это результативность команд в прошлом сезоне. Я забыл сказать, что в этой истории личных встреч берут очки Спартак, так как у них больше побед и у них запас сил больше. В результативности команд побежали Краснодара, это сразу могу сказать. Команда играет в Лиге Чемпионов. По итогам прошлого сезона команда заняла третье место и дошла до 1-8 финала Кубка России. Спартак дошел до 1-2 финала Кубка России и занял седьмое место, но так как Краснодар играет в Еврокубках, и так как они в принципе наравне, но все равно Краснодар играет в Еврокубках, а это самая важная и главная задача, ну, типа, команду ставить по итогам сезона, так как Краснодар избирает очки. Хотя, по сути, здесь ничья, так как Спартак прошел дальше в Кубке России, они взяли Кубок Матч Премьер, но в чемпионате, конечно же, они отстали на целых 4 позиции. 1-1, переходим к следующей рубрике, это составы команд. Здесь очень интересно, пожалуй, одна из самых интересных рубрик в этой рубрике. Всегда составы команд в этой рубрике были неинтересны рубрикой, а сейчас интересно. Как вы знаете, команды на этой неделе сыграют сразу 2 матча, один уже сыграли, Краснодар играл в Лиге Чемпионов, Спартак играл в Кубке России, и еще сейчас в Чемпионате России между друг другом сыграют. Но это не суть, в общем, у команд было очень много потерь, и у Спартака тоже очень много потерь. Давайте сейчас разберем ситуацию со Спартаком. С Краснодаром не сыграют такие игроки, как Астон Урунов, у него повреждение маленькое, которое он до сих пор не восстановился. И Соболев, он 3 недели отсутствовать будет, и не сыграет за Спартак. И также под вопросом Секель Понца, я не знаю, сыграет он или не сыграет. Также Бакаев, Мозас, Кокорин до сих пор не смогли набрать свою оптимальную форму, поэтому это тоже большой-большой вопрос. Совсем недавно еще восстановившиеся Жигой и Джики, поэтому вообще непонятно, как команда сыграют. У Краснодара такая же практически ситуация. У Краснодара не будет главного тренера Мурада Мусаева, у Краснодара не будет Кабелла, у него подозрение на коронавирус, и Маркова, Маркова тоже игрока Краснодара. В целом же Краснодар сейчас очень сбалансирован, они могут сыграть очень хороший-хороший классный матч, даже от обороны, и не владея мячом. И мне кажется, что в этом матче Спартак будет играть от атаки, а Краснодар от обороны. Большие-большие вопросы у меня стоят по поводу составов, но я думаю, в этой рубрике никто не забирает очки, а если забирает очки, то только ничья. Поэтому общий счет 2-2, переходим к последней нашей рубрике, в этой рубрике это прогноз на матч. Мой маленький прогноз на матч, то что победа будет, если одна из команд, то минимальная, то есть там 2-1-1-0 или там 3-2, да, но минимальная в один. Также будут, скорее всего, забиты голы с той стороны и с другой стороны, так как они обе сейчас несбалансированы и не очень грамотно играют вообще в свой футбол. Но если так выделять фаворита, то мне кажется, ближе к победе в Краснодар, потому что они, в принципе, более готовые, они, в принципе, более сыгранные, и у них, в принципе, сейчас идет хорошая серия, они на кураже после Лиги Чемпионов, в принципе, могут забирать очки. Но я очень бы хотел ошибиться с прогнозом и, конечно же, чтобы выиграл Спартак. Я не знаю, как будет в настоящем матче, и все будет решаться на поле, в моментах, все будет зависеть от таких факторов, как везение, как мастерство, исполнение, реализация, у которых Спартака проблемы. Поэтому будет очень интересный матч, и это, сразу говорю, это матч за Лигу Чемпионов. И так, скорее всего, название ролика и будет написано. Смотрите сами, Зенит, скорее всего, по итогам этого сезона займет первую позицию, в принципе, это неудивительно, они сейчас самые стабильные команды чемпионата. А так как мы, нас обогнал Португалию, у нас только второе место, вакантное для Лиги Чемпионов, только два места. И будет разыгрываться вторая путевка в Лигу Чемпионов, и то она не стопроцентная, будет разыгрываться между такими командами, как Краснодар, Спартак и, конечно же, ЦСКА. Я думаю, вот эти три команды будут биться за Лигу Чемпионов в этом сезоне. Так как Спартак уже проиграл ЦСКА 3-1, и у ЦСКА преимущество некое есть. А осталась последняя встреча Краснодар-Спартак между этими сильными командами. И надо цепляться за очки в матчах против ЦСКА Краснодара и Зенита. Эти команды будут в пятерке, я уверен. И нельзя отпускать эту позицию, вторую позицию. Мы идем стабильно сейчас на втором месте, и нельзя никого вот догонять, чтобы нас никто не догонял, никто не отрывался. Я даже буду рад ничьей, очень буду рад ничьей, если честно, по итогам этого матча. Поэтому, блин, как бы ни складывался матч, буду рад ничьей. Каким-то соперником как Краснодар, сами понимаете. С вами был Дед Никит, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях ваш прогноз на матч. Совсем скоро уже начнется этот матч, через пару часов, потому что я не знаю, сколько я буду монтировать. Велим в победу Спартака, и то, что Спартак продолжает свою победную серию. Всем пока.